Технический директор котельной Владимир Оголь отмечает, они готовы взять на себя часть домов, которые сейчас обслуживают ТЭЦ-1 и 2. По его словам, для жителей это было бы удобно. Предприятие не уходит на двухнедельные остановы для ремонта. Также, по мнению представителя котельной, реализация программы позволит поправить экологическую обстановку в городе. В целом, чем выше тепловая нагрузка, тем больше доход предприятию, тем надежнее, по крайней мере, с точки зрения финансовой, устойчивее будут работать предприятия. Кроме Крамс Энерго, свои проекты развития уже представили региональная тепловая компания ООО «КрасТЭК», Красноярские ВРЗ. Их обсуждали представители Краевого министерства ЖКХ, депутаты Законодательного собрания Красноярского края и Красноярского городского совета депутатов, региональной энергетической комиссии администрации города Красноярска, общественных организаций, а также сотрудники Всероссийского теплотехнического института. Инвестиционно-инфраструктурный проект РТК по перспективному теплоснабжению полностью соответствует принципам главного стратегического градостроительного документа генерального плана города Красноярска. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей, минимизация затрат, снижение экологической нагрузки. Вот этот момент хотелось бы, наверное, особо обратить внимание. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, все компании должны понимать свою ответственность. Одной из важнейших государственных задач сейчас является развитие промышленного потенциала территорий. И повышение качества и надежности теплоснабжения играют в этом важную роль. Определенный ответ прозвучал уже в ваших словах, что вы идете по пути энергоэффективности, в учет и более рационального использования имеющихся мощностей, их полноценной загрузки и так далее, но это должно быть материализовано в цифрах и в соответствующих выкладках, за которые вы возьмете на себя ответственность. После обсуждений все инвестиционные программы должны получить экспертное заключение. Оценивать их будут специалисты Всероссийского теплотехнического института, региональной энергетической комиссии и Министерства строительства и ЖКХ Края. И именно от того, как оценят проект эксперты, будет зависеть, попадут ли котельные в схему теплоснабжения, а значит, смогут ли продолжать работу. Анна Московских, Алексей Гусев, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok